Здравствуйте, братья и сестры! Но, как мы знаем, что нет ничего нового под солнцем. И сегодня мы с вами рассмотрим такое направление, как йога. Йога — оздоровление или оккультная практика. У преподобного Серафима Саровского есть удивительная фраза. Он говорит так. «Под предлогом просвещения мы зашли в такую тьму неведения, так что древние понимали просто, нам теперь долго надо разъяснять». Видим, что преподобный говорит, что предлог-то был хороший, но оказались во тьме. Есть и хорошая русская пословица, в которой говорится о том, что благими намерениями часто дорожка стелется известно куда. Йога, которая сегодня рекламируется и декларируется как некая оздоровительная практика, своими корнями уходит в индуизм. Индуизм — это языческая религия Индии, где насчитывается тысячи и тысячи богов. Есть девять основных школ в индуизме, религиозно-философский, вайшешика, нанья, червака, джамна, йога, а два это веданта и другие. То есть йога — это одна из религиозно-философских школ Индии. И практика та, которая есть в йоге, так называемая медитация, в которую человек впадает с одной лишь только целью. Не для того, чтобы оздоровить свое тело, а для того, чтобы свое тело подготовить для выхода в астрал. Об этом пишут все направления йоги. Есть несколько. Есть хатха-йога, раджниш-йога, сахаджа-йога и другие. Есть кундалини-йога, что совсем выбивается из таких классических йог, которые есть в индуизме. Попросту говоря, что, если дать определение йоге, это аскетическая практика индуизма, которая способствует человеку с воссоединением с безличностным абсолютом. Чтобы не быть голословным, я всегда, когда интересую тот или иной вопрос, всегда обращаюсь к людям, которые являются сами адептами, а лучше даже сказать, руководителями этих направлений. Вот, чтобы не говорили о том, что это все придумываем, у меня есть такая книга по благословению священноначалья. Я давно занимаюсь всеми этими исследованиями с 1995 года. И не только по книжкам и по наслышке знаю о сектах, но и веду прием людей, отпавших от православия. Есть комиссия при Пархиальном Совете города Москвы, которая официально существует с 2018 года. Но до этого велась работа в Центре реабилитации и памяти Алексея Степановича Хомякова и в Миссионерском Центре преподобного Иосифа Володского. Вот эта книга, это книга Айенгара «Прояснение йоги», йога Дипика. Вот что пишет этот человек, которого в книге представляют следующим образом. Кто он такой? Айенгар, основатель одной из наиболее многочисленных и известных школ йоги, наставник с 50-летним стажем, признанный авторитет в области террории и практики йоги. Его книги считаются классическими. Поэтому человек непростой, действительно с 50-летним стажем, и нам будет не безинтересно, что он сам пишет о том, что такое йога. Пожалуйста, 15-я страница, цитаты. И зачем человек тренирует свое тело? Как альпинисту, пишет он, чтобы взбираться на ледяные вершины Гималаев, нужно не только лестницы, веревки и обувь с шипами, но и физическая подготовка, и дисциплина. Так и адепту йоги необходимо знание и дисциплина, чтобы достичь вершины раджа-йоги, о которой говорил некий Патанджали. И далее. Путь йоги — исток трех остальных путей. Он приносит спокойствие, умиротворенность и подготавливает ум, заметьте, не тело, а ум, к абсолютному, неограниченному подчинению Богу. Подчинению Богу, в котором все четыре пути, о которых здесь он описывает, сливаются. Мы видим, что мы имеем дело не с физическими упражнениями, а с подчинением человеку при тренировках, при так называемых осанах, мы о них еще и скажем. Опять же, пусть говорит человек с 50-летним стажем, что они означают. Много можно найти и другого интересного в его работе. Например, скажем, он пишет следующее, что йога — это духовное стремление. Это страница 23. Далее. Цитата. Как освоив алфавит, можно, непрестанно занимаясь, овладеть всеми науками, так усердно упражняя сперва свое тело, можно опрести знание истины. То есть, подлинные природы человеческой души идентичны верховному духу, которым исполнена вселенная. Конец статы. Страница 23. Пожалуйста. Вот страница 24. Координируя, концентрируя усилия своего тела, чувств ума, рассудка, я, с большой буквы, человек достигает награды внутреннего покоя и осуществляет стремление своей души к соединению с Богом. Главное приключение в жизни человека это его возвращение к Богу. В понимании, конечно, индуизм. Где Бог, это безличностный абсолют, где Брахман выдыхает, миры появляются, где Брахман вдыхает, миры исчезают. Это такая цикличность, космогония, понимание индуизма. Чтобы достигнуть цели, продолжает на этой же странице второй абзац, ему нужны хорошие, хорошо развитые и координированные функционирующие тела. Вот для чего тренировка тела, а не для того, чтобы владеть каким-то здоровьем. Ни слова не находятся о здоровье и внефтическом, но если оно и нужно, только с одной целью, достижения безличностного абсолюта, стать винтиком в этом механизме. Вот еще, пожалуйста, страница 27. Йог же знает, что он отличен от своего тела, что оно лишь временное обители его духа, и для Йога смерть – это жизнь, посвященная Богу. Раз он связал все свое существо с Богом, что же ему бояться? Все понятно? Нет, не вижу. Не вижу о том, что бы говорилось о физкультуре. Еще, пожалуйста, можно просмотреть это, чтобы совсем не оставалось никаких сомнений в этом отношении. Вот что такое осаны, то есть те самые позы. Они далеко не для растяжек тела. Может быть, где-то это, конечно, как-то и помогает, но цель, снова повторю, совсем другая. Вот пишет Айенгар. Осаны – это не просто гимнастические упражнения, это позы. Что это за позы? Они снимают усталость и успокаивают нервы, но их главное значение заключается в тренировке и дисциплине ума для соединения с безличностным абсолютом. Пожалуйста. Что еще? Два, тридцать седьмая страница. Выполняя осаны, йог делается свободным от физических недомоганий и умственных расстройств. Зачем? Служить человечеству, он подчиняет свои действия и их плоды Богу. Еще, пожалуйста, тридцать восьмая страница. Потребности тела – это потребности божественного духа, который существует посредством тела. Йог не ищет Бога в небесах, он знает, что Бог внутри него и зовется Антаратма, внутреннее Я. Он ощущает царствие Божие внутри и вовне и находит рай в самом себе. Расскажите мне теперь, что это физкультура. Не вижу я здесь физкультуры. Или, например, на этой же 38-й странице, внизу последний абзац, некоторые осаны названы в честь богов индуистского пантеона, другие напоминают об аватарах, воплощениях божественной силы. То есть те самые боги, те самые позы, они названы в честь богов. Человек, принимающий ту или иную позу, он как бы приветствует этой позой бога индуизма, одного из богов индуизма. Например, еще, пожалуйста, на 39-й странице. Никогда не пытайтесь заниматься, здесь есть уже предостережение, самостоятельно йогой. Совершенно необходимо иметь гуру, который знает физические возможности человека. Есть более серьезные предупреждения, я еще о них скажу. Ну вот, например, каждое живое существо, 41-я страница, бессознательно с каждым вдохом повторяет молитву. То есть при занятии йогой предписывается молитва. Но молитва в понимании индуизма. То есть где все собрежено с медитацией, и где главная цель человека это отключить разум, чтобы не мешать очищаться телу. Эта молитва называется сахам. сах он, а хам я. То есть он, бессмертный дух, это я. Подобным же образом с каждым выдохом каждое живое существо молится хам сах. Я, есмь, он. Это аджапа мантра, бессознательно повторяемая молитва продолжается вечно внутри каждого существа всю жизнь. Йог полностью осознает значение йоги аджапа мантры и таким образом освобождается от всех пут, связывающих его душу. Он возносит. Он возносит самое дыхание своего бытия в жертву Богу и получает дыхание жизни от Бога, как его благословение. Пожалуйста. Я не знаю, надо ли продолжать дальше. Вот они все эти асаны и все позы, которые дальше комментируются и показываются в этой книге. Человека с 50-летним стажем. Не я говорю, не критика. Сам человек описывает, что это такое, к чему идет йога. Также можно обратиться и к людям, которые непосредственно практиковали в своей жизни йогу и медитацию. Это, например, та же Елена Рейрих. Она, между прочим, предостерегает, несмотря на все, предостерегает от занятия йогой и медитацией самостоятельно. Вот она пишет, цитата. Это письма ее 12-3-35. 12- это значит число, 3 месяца, 35 год. Цитата. Конечно, многие, прочитав раджи-йогу, Вивикананда считает, что практикование раджи-йоги вполне возможно. Но все они упускают из виду, что выдавая способы раздражения центра посредством удержания дыхания, Вивикананда прежде всего наставил на полном очищении мышления и сердца. То есть, иначе говоря, на перерождение внутреннего человека. И только тогда допускал эти механические упражнения йоги. Но кто из присутствующих к таким, в конце концов, хатха-йогическим упражнениям задумался над этим основным условием? Раджа-йога без внутреннего переживания немыслима. Конец цитаты. Послушайте хотя бы любители всего оккультного, если уж вы не доверяете православной церкви и ее предупреждениям, говорит оккультистка Елена Рерих. Она говорит так, заключает все это, что йога без внутреннего перворождения немыслима. Просто упражнения йоги, они не имеют никого смысла. Помню, в 96-м или 97-м году была встреча с Далай-Ламом Гешетн-Ли. Эта встреча была на Большой Ордынке в храме «Скорбящих радостей, преображение Господне», где тогда центром руководила реабилитация лица отпавших православия центром Алексея Степановича Хомякова протерели Экстеняев. Я ему помогал в качестве секретаря. И помню, у нас была тогда встреча с Далай-Ламой. И тогда у нас люди увлекались уже йогой. Мы помним все йогу Асахару, так называемые, йогу кундалини. И множество мы писали различных писем на телеканал «Дважды-2», чтобы остановили эту программу, которая учила наших людей так называемое оздоровление. Но ничего не помогало, пока не произошел известные газовые атаки в токийском метро. Когда уже там с йога Асахару и его практика ом сенрике, который практиковал с йогу кундалини, когда уже начали проверять, то оказалось там и торговля и оружием, и наркотиками, и проституцией, и все, что полно букете. И вот, когда была эта встреча Далай-Лама, это был официальный представитель, между прочим, бурятского буддизма, и ему был задан вопрос, что вот наши люди занимаются медитацией, что вы можете сказать по этому поводу? Его ответ был следующий. Ваши люди сумасшедшие. Тогда я был еще совсем молодой человек, и меня это так немного возмутило, как-то огорчило, и я сказал ему в вежевом форме, что вы оскорбляете наш русский народ. Тогда он извинился, сказал нет-нет, беседа была через переводчика. Я просто имел в виду следующее, что заниматься медитацией и упражнением, медитациями и упражнения в отрыве от традиции, без наставника, и в отрыве от традиции, это прямой путь к шизофрении. Это его слова. Человек, официальный представитель, который знает, что такое медитация, а не по принципу. Поэтому, не по принципу тому, если вот, да, кто что где-то сказал. Если уж действительно мы рассматриваем тот или иной вопрос, необходимо обращаться к специалистам, а не по принципу, знаете, есть такая шутка среди семинаристов ОБС, то есть, одна баба сказала, ну, мало где кто что-то там сказал. Поэтому, поэтому здесь это очень важно. Йокс, тут у Рен-Реха можно найти и еще, например, письмо ее, также она пишет, широковещательный выпуск таких руководств, имеется в виду вот таких руководств в массы, я считаю, равносильно, нет хуже, открытой продажи ядов на базарах, ибо яд разрушает физическое тело, насилие же над тонкими центрами приводит к смерти духовной. Пожалуйста. Снова повторю, не верите, не верите, да, по православному палагетам, ну, если уж доверяете те, кто доверяет оккультистам, вот они даже предупреждают об этой опасности. Итак, существует несколько, как я сказал, различных направлений йоги, иногда некоторые считают самым безобидным это хатха-йогу, но на самом деле и хатха-йога, она дает себе опасность, вот уже по Вивикананду, я сказал, что это был Свами Вивикананда, это был популяризатор одной из школ Адвайта Веды, но как индус с раннего детства он занимался и медитацией, и упражнениями йоги, и хочу сказать, чтобы было так понятно, что йога это не оздоровление, на факте жизни самого Свами Вивикананды, занимаясь всю жизнь йогой, он умер в 38 лет. Он так и умер в своей этой позе лотоса, голова у него была где-то под мышкой, ноги неизвестно, как куда, закручен, его не смогли распрямить и кремировали, у них так кремируют, кремировали его именно так вот куском положили на костер и сожгли. Вот что он писал, известный индийский мистик Свами Вивикананда, цитата, «йога означает соединение, она стремится связать душу человека с высшей душой Бога». Конец цитаты. Да, известный также политик Джавахарлал Неру писал следующее, занятие йоги он рассматривал как проникновение в мир духовный, а не просто упражнение для тела, для тела, вот цитата, «является ли это неким высшим духовным состоянием, открывающим путь к дальнейшим занятиям или же это только род самогипноза», пишет он, «даже если первое возможно, второе, несомненно, случается». И хорошо известно, что увлечение методом йога, внимание, приводит к печальным последствиям для разума человека. Конец цитаты. Человек знает, что он пишет. Это этнический йог, этнический индус. Поэтому так, это много. Можно привозить различных цитат, и они у меня есть по разным направлениям йоги. Да, это цитата, чтобы не быть голословым, мне тут однажды попеняли, что я не даю источников. Пожалуйста, Джавахарлал Неру, «Открытие Индии», перевод с английского, «Москва», 1955 год, страница 191. Известный наш православный апологет, Серафим Роуз, писатель церковный, который столкнулся в Америке со всеми этими явлениями, которые мы всегда, как обычно, с опозданием переживаем, писал следующее. «Искусство, цитата, йоги, заключается в том, чтобы погрузить себя в полное безмолвие, отбросить от себя все мысли и иллюзии, отвергнуть, позабыть все, кроме одной истины. Истина — сущность, человека — божественна, она есть Бог, в остальном можно только молчать». То есть самообожествление человека. Это то, что дьяволу предлагал в Эдемском саду. Быть как боги, но только без бога. Я хочу, почему сегодня именно мы говорим об этой теме. Дело в том, что мы видим, что мы разругались с Западом, поэтому всякие протестантские секты, они будут так или иначе меньше финансироваться, а мы развернулись на восток. Не только экономически, не политически, но и экономически, со всех сторон. И мы знаем, что все эти практики у нас уже есть, и мы можем видеть эти фитнес-клубы, где предлагают различные упражнения йоги. Но сейчас это все больше и больше разворачивается, будет с большим стремлением. Я был тут в одной миссионерской поездке совсем недавно на Дальнем Востоке, можно даже сказать, на самой северной части Дальнего Востока, и у меня были там выступления в Думе и в правительстве этого округа. И когда я озвучил эту тему, которая называлась восточной практике спорт, оздоровление или оккультизм, то было множество вопросов, и люди поведали о том, что огромная часть средств из бюджета, из госбюджета, выделяется на кундалини-йогу и на другие упражнения там для людей, в том числе и пенсионеров. То есть, по сути, что происходит? По сути, происходит то, что средства наших налогоплательщиков, они идут на популяризацию так называемой индуизма. То есть, мы здесь замечаем, что наших священников, церковных служителей очень часто не пускают в школы и говорят, у нас светское учебное заведение или даже средства массовой информации есть такое, и до сих пор, говоря о том, что у нас светское государство, но получается, что индуистская практика, а это не что, она как аскетическая практика индуизма, она, в общем-то, не только ее пускают в нашу школу, учебное заведение и в общественные организации, но еще их и финансируют из госбюджета. Это очень интересно. Но чаще, часто, надо сказать, что это происходит не по злому умыслу многих людей. И, как я сказал, и, вернее, привел цитату преподобного Серафима Саровского, что под прилогом просвещения мы зашли действительно в такую тьму неведение, что древние понимали, просто нам теперь долго надо разъяснять. Действительно, наша страна, когда-то было сказано, что вот Бога нет, и все подумали, ну, раз мы так сказали, что Бога нет, значит, все, значит, все это куда-то исчезло. На самом деле, ничего не исчезло, и Бог есть, и есть и дьявол, противник его, есть и духи злова поднебесном, с которым, вот, в общем-то, предлагается соединяться в этих практиках йоги. Поэтому это нужно помнить. Далее можно рассмотреть еще следующее высказывание, и мы видели, что, сделать такой вывод, даже, что эти упражнения воздействуют, упражнения йоги, на потоки энергии внутри тела, перераспределяются, их концентрируют в точках, нужной йогину, так что ему удается, по крайней мере, теоретически, да, избежать на неопределенный срок естественных процессов распада тканей тела. К этому тоже призывается, то есть, в этих упражнениях. Проще говоря, практикующие стремятся к бессмертию. К бессмертию. В этом смысле, освобождение становится буквальной победой, как они считают, йогины над смертью. И вот, одна из главных цель йоги, когда вы пройдете, там, два-три упражнения, может, четыре максимума, вам скажут, ну, так, вы никогда не достигнете совершенства вашего тела. Поэтому вам нужно поупражняться, помедитировать, почитать мантру и достичь состояния мокши. Мокша, санскритское слово, иногда переводится как освобождение, иногда как свобода. Оно означает состояние, абсолютно отличающееся от нашего бодрствующего состояния. То есть, предлагается войти в такой мир иллюзий и даже предполагается, например, вот в одном из направлений, где также практикуется йога дзенбуддизме, что сон, когда человек спит, это реальность, а когда человек бодрствует, это сон. То есть, весь мир иллюзия и ничто иное. Существует и другая йога, например, сахаджи йога. Я как-то думал, что ее основательница Шриматаджи Нирмала Деви, что она умерла, и поэтому, в общем-то, это исчезло в 2011 году. В 2011 году. На самом деле, поинтересовавшись, еще пришло несколько человек, которые в Центре реабилитации обратились за помощью, которые достаточно активно увлекались, оказывается, этим направлением. И, насколько это возможно, начал мониторить интернет-пространство и увидел, что, оказывается, со смертью этого человека основательница Шриматаджи сахаджи йога не исчезла. Что о себе говорит это направление? Кто такая Шриматаджи? Шриматаджи считала себя мессией, инкарнацией Бога на современном этапе. Она заявляла, цитата, «Но сегодня день, когда я объявляю, что я та, кто должен спасти человечество». Напишите в мужском роде. «Я объявляю», и на мужском, да, в женском, «Я объявляю, я та, кто является Ади-Шакти, кто есть изначальная мать, Шакти, желание Бога, которая воплотилась на этой земле, чтобы дать значение ей, самой, этому созданию, людям, и я уверена, без моей любви и терпения и моей силы я достигну этого. Я была той, которая рождалась вновь и вновь, но сейчас в моей полной форме и в моих полных силах я пришла на эту землю не только ради спасения людей, не только ради их освобождения, но ради, внимание, расскажите мне потом, что Сахаджи-йога — это спорт, но ради дарования им Царствие Небесное, Царствие Небесного, блаженство, которое наш отец хочет даровать вам». Конец статы. Обязательно привожу ссылку. Сахаджи-йога, справочное пособие, рекомендации и совета искателям истины Киев, 1995 год, страница номер 2. Пожалуйста. Еще она также пишет «Суть метода Сахаджи-йоги, открытого Шриматаджи, благодаря которому, как она говорит, постигается новая религия». Здесь же говорится в открытую. «Состоит в пробуждении и поднятии с помощью божественной математической формулы божественной энергии кундалини и получении человеком на этой основе самореализации». Самореализации. Что такое кундалини? Я помню, что когда тогда люди начали увлекаться в омстернике и собирали целые огромные залы в Москве и огромные стадионы даже, и было страшно смотреть на это состояние, когда людям предлагалось начать поднимать кундалини. Считается, что в человеке при особых физических упражнениях и мантрах, чтобы почистить чакры и пробудить в себе эту дремлющую силу, нужно, в общем-то, сжимать и разжимать анус, скажем так. От копчика до человек должен пробудить этого змея, который находится внутри его и в основании позвоночника. Вот как об этом способе пишет также Иван Робертс дает Фишер «Спокойствие без пилюль». 72-й год, страница Нью-Йорк, страница 58-я. Способов пробуждения кундалини существует множество. Вот лишь некоторые из основных. Сосредоточение сознания, работа с внутренними психическими и физическими энергиями, повторение мантр, воздействие учителя, паранояма, эротические ритуалы, совокупность техник, помогающих пробудить эту важную энергию кундалини, то есть змеяную силу кундалини, специфическую внутреннюю энергию, пребывающую в непробужденном состоянии в основании позвоночного столба. Вот такая дается рекомендация для этого пробуждения. Поэтому Сахаджи-йога активно практикует кундалини, хотя кундалини нельзя сказать, что это одно из направлений даже йоги на уровне с Сахаджи и Раджиниш-йогой. А кундалини даже в ведах упоминается так, ну, как бы вскользь. Но парализаторы этого, в общем-то, такого оккультного явления, они решили ее предать легитимность. И вот в том городе, да, в котором я был, действительно, там был вопрос так и задан. А вот кундалини-йогой, оказывается, там уже целые договора заключили с этими людьми для того, чтобы практиковать ее. Опять же скажу, что многими нашими так, власть держащими людьми, скажем, это происходит не по злому умыслу. Действительно, люди потом подошли и с удивлением просто говорят, а мы не знали. Мы думали, что это действительно просто упражнение. И в этом смысле, конечно же, просвещение, духовное просвещение этих вопросов, оно очень важное и то, что мы, в общем-то, и делаем. Постоянно в Сахаджи-йоге также подчеркивается, что после получения реализации, говорится, что важно получить реализацию, Сахаджи-йог становится без всяких усилий, покаяния постов, праведных во всех отношениях. Это прям цитата. У него решаются все проблемы. Теперь не надо штудировать книги, надо учить проповедь, надо давать милости, не надо покорять горы, не надо проявлять инициативу. Сахаджи-йог — это высшая спонтанность, ибо настало время наслаждаться, и мать дает его своим детям. То есть, Шриматаджи — обычная женщина, которая жила в Индии, такая полная, если вы увидите ее фотографию. Это в той же книге, самореализация, страница 13. В поисках, да, называется она правильно, «Сахаджи-йог» в справочном пособии, рекомендации, советы искателям истины. Множество можно приводить цитат из этих работ. Например, культ Шриматаджи, ее учение создается, использует внушение, поклонение, портрету Шриматаджи-йоги, когда человек заходит, прежде чем начинать эти упражнения, там висит портрет. В Индии это обычная женщина, которая имеет внуков, но здесь, в России, ее обожествили, и даже в 90-е годы, помню, даже люди, которые учились в моей Викрятской православной школе, вот в этом году мы 72 человека набрали, да, в онлайн миссионерская школа, и рассказывали о том, что действительно даже директор автоваза из Самары отправлял самолет за ней, личный самолет в Индию, она прилетала и собирала целые стадионы в Тольятти, в Самаре. Но печальный был исход этого человека из этой жизни, директора автоваза, его нашли при неизвестных обстоятельствах, сказали, что это было самоубийство, ну, в общем, нашли мертвым в своем кабинете с оружием в руке. Вот что она писала, шлема Таджи, вы, божественный дух, то есть предлагается даже молитва Шлема Таджи, по поводу физкультура, предлагается молиться Шлема Таджи перед занятием йогой, сахаджи йогой. Вот приводится даже образец этой молитвы, Шлема Таджи, вы божественный дух, вы истинный творец всего сущего шрима таджи укажи мне на мои проблемы шрима таджи благодаря вам я дух шрима таджи пожалуйста примите мой полный отказ от всего и мою чистосердечную благодарность за то что вы сделали меня сахаджа йогом конец цитаты всегда говорю откуда сахаджа йога опять же справочным пособием рекомендации совет искателям истины киев 95 год страница 12 можно и при приводить еще также здесь целый набор этих цитат но я думаю что вполне достаточно даже тех которые уже были приведены с очевидностью говорят о том что йога это никакая не физкультура это не что иное как аскетическая практика индуизма которая активно внедряет сегодня в наше общество наше учебное заведение под лишь предлогом спорта или оздоровление что отцы церкви писали по поводу вообще религии индуизма и в частности тех направлений которые есть в них вот например который есть не под архиепископ николай велимирович сербский писал следующая цитата да и бог шива тоже много раз воплощался и жил среди людей учил людей чему он их учил ничему кроме отчаянного верования в то что этот мир бесконечный во времени пространстве был остается лабиринтом без окон и дверей и что все боги точно такие же беспомощные и отчаявшиеся существа как люди это подтвердило гаутама будда сказав что он пришел спасти и людей и богов и бесов от сансары бытия конец цитаты от этих без без численных перевоплощений и еще цитата свидетеля николая сербского да это его удивительное произведение если будет у вас такое желание может прочитать так называется стеклянные глаза индии стеклянные глаза индии вот он пишет индии нечем нас учить она должна отказаться от всех басен о богах не могущих спасти ни себя ни людей все ее боги бесы держащие людей связанными в сетях свои лжи и в оковах своего безжалостного владычества конец цитаты то есть мы понимаем с кем йога себе предлагает соединиться нашим гражданам чаще снова повторю большей своей степени даже не знающих о том что идящих якобы идущих якобы до для оздоровления но там предлагается совсем другое соединение с безличным абсолютом а говоря языком священного писания с духами злобах поднебесных также святитель пишет еще есть одна цитата только один бог может открыть и показать истину пишет святитель николай ведь бог это истина это тот кто подает свет и дождь здоровье и жизнь то есть то что никто другой дать не может он содержит истину в самом себе и дает ее людям когда найдет это нужным он не дает ее гордым самовлюбленным и дерзким но смиренным несебелюбивым и кротким конец цитаты вот где и у кого нужно искать здоровье совсем недавно будучи миссионерской поездки услышал очень хорошие такое такие слова что бог нам дают здоровье настолько насколько мы можем выполнить его послушание то есть насколько мы можем действительно послужить ему и людям столько нам и будет дано здоровье от бога вот еще пожалуй цитата этот святитель николай японского который встретился также с буддизмом и с медитациями и егическими практиками когда был в японии в японии три основных религиозных направлений синтаизм буддизм и конфуцианство что он писал цитата люди которые собирали знания как пеструю гальку и гордились знанием но не имели ключа к свинцовому небу давящему на индию если бы индия знала что ее необходимо для спасения не эти горы знаний сколь угодно великого глубокого и блистательного воистину не это а нужна только простая детская вера бога сына божия в мессию и поводыря который с неба сошел и знает путь к небу конец цитаты то есть а если вот вернуться так сахаджи йогу там она между прочим шриматаджи говорит так что мы выдели явно подмену это явно уже мессия это явно уже христоса о котором она говорит себя как как мессия которая способна дорвать царствие божие на земле спасители господь наш иисус христос 24 главе евангелия от мантфея предупреждал следующими словами явится лжехристы и лже пророки дадут великие знамени и будут говорить я христос то есть я мессия я спаситель я помазанник о чем говорит и шриматаджи нермала деви на самом деле она даже просит чтобы ее называли ваше святейшество не больше не меньше то есть мессия мать великая мать она даже говорит о том что она двойное воплощение и сына божия и богородицы этого богохульса там можно встретить в полном объеме поэтому все это сахаджи йога сахаджи йога хотел бы завершение такое нашего сегодняшнего сегодняшние встречи предупредить что есть определение когда говорят а почему же церковь молчала и молчит церковь не молчала не молчит есть и собор есть пятый например вселенский собор кто говорит об опасности и осуждает эти кармические различные идеи которые есть религиозные но есть и более современное скажем определение церкви 1994 года собор о псевдохристианских оккультных сектах архиерейский собор на этом соборе который стоит есть 16 пунктов и перечисляются различные секты например пятый пункт несчастье в наших странах появились свои лжепророки руководящие в частности так называемые собора новой святой руси богородицы центром белым братством церковь последнего завета виссариона возродилось язычество астрология теософские спиритические общества основанной блаватской претендовавший на обладание некой древней мудростью сокрыт от непосвященных усиленно прогландируется учение живой этики рерихов огни йоги и рассчитано в шестом пункте написано неискушенных в духовных жизней и вопросах вер наших современников это действительно так действительно очень многие люди наши согражданцы они находятся в состоянии такого духовного одичания и когда говорят о том что вот вакуум возник и люди стали неверующие никакого вакуума не возникло человек отрекающийся от бога он начинает верить во все остальное потому что свято место пусто не бывает а свято место это наша бессмертная человеческая душа человеческое сердце и она заполняется всеми этими суррогатами и в расчете как сказано в шестом правиле архиерейского собора 1994 года на неискушенных в духовной жизни вопросов веры наших современников и проповедники лжеучения упоминает в суе имя господа наш иисуса христа обществе богородицы и прочее и подводится такое здесь проповедники говорится лжеучения да лжеучения и подводится итог вот 13 пункт или 13 правило этого собора сказано следующее освященный архиерейский собор следы апостольской традиции свидетельствует что вышеперечисленные секты в том числе и йога и другие восточные направления и так называемые новые религиозные движения с христианством несовместимы люди разделяющие учения этих сект и движений а тем более способствующую их распространению отлучили себя от православной церкви все очень серьезно все очень серьезно отлучили себя от матери церкви особенно те люди которые были ранее крещеные поэтому существует комиссия по реабилитации лиц отпавших от православия по благословению святейший патриарх московской всей руси кирилла мы призываем если люди впали в это состояние если у них уже это произошло такое отпадение как свидетельствует об этом собор русской православной церкви архиерейский собор обратиться за помощью духовенство покаяться в этом и вернуться матери церкви поэтому будем помнить не все что предлагается нам как некое благо это есть так на самом деле будем помнить о том что не все что с неба то от бога помнить о том что не все то золото что блестит и иногда как и было уже сказано под благими намерениями мы словами преподобных серафима саровского зашли в такую тьму неведение что древние понимали просто нам теперь иногда приходится долго разнеснять спаси христос внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео